Мы празднуем Бога явления, мы празднуем крещение Господня в Иордане. И в память о том великом событии евангельской истории, через которое мир уявилась Святая Троица, через человеческое естество, соединенное со всем физическим миром, Троица, которая через это воплощение Сына Божьего вошла в ткань, плоть и кровь человеческого бытия. Божественная, единая Троица и даровала через Сына великую благодать всему миру. 18 января Церковь молитвенно празднует Новичерие Богоявления, именуемое также Крещенским Сочельником. 18 января 2022 года в Новичерие Богоявления Святейший Патриарх Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого в Александроневском скиту близ Переделкина. Благодать – это и есть божественная энергия, через которую Бог передает свою божественную силу всему человеческому роду. Если в физическом мире без энергии нет ничего, то тем более в мире духовном ничего не может происходить без божественной энергии. Мы обретаем дар благодати Божией через крещение и мера помазания. Мы всякий раз этот божественный дар усиливаем причащением святых христовых тайн, принятием других тайн в Церкви, посредством передачи этой божественной энергии. Оказывается, решающее влияние на нашу духовную жизнь. Без ним меня не можете творить ничего, сказал Господь. Действительно, это относится даже к обычным человеческим делам. Но если говорить о духовной жизни, то ничего не может быть без Бога совершенного благо человеку и роду человеческому. И вот этот божественный сигнал – это передача божественной энергии от Творца через Сына Его, силой Святаго Духа на каждого из нас. И есть ничто иное, как дар благодати Божией. И мы сегодня прикоснулись к этой благодати, совершив таинство освящения воды. А окропляя водой все, что вокруг нас, мы передаем и на живое, и на неживое. И мы передаем этот заряд божественной благодати. Бог никого не принуждает к спасению. Он призывает к спасению. И для того, чтобы мы были способны откликнуться на этот Божий призыв, дает нам свою благодать. Но если мы еще и от благодати закрываемся, то тогда и от Бога закрываемся. И тогда нужно сдать чудо, которое иногда свершается по молитвам родителей, родных или близких, даже над человеком неверующим, и в какой-то момент он открывает свое сердце к Богу. Он убирает тот самый щит, который ограждает его от воздействия божественной благодати. Наша молитва сегодня о всех и за вся, за все Божье творение. Чтобы Господь хранил его от злого человеческого умысла. Или от стремления людей получать от творения как можно больше, не заботясь о его самосуществовании, повсеместно загрязняя или уничтожая это Божье творение. Мы должны сегодня молиться и, конечно, о Церкви нашей, и о всех церквах православных. Потому что через Церковь Вселенскую, православную, передается божественная благодать людям. Чтобы никакие расколы, разделения, на которые постоянно посягает враг рода человеческого, не превратили ту или иную Церковь в нечто лишенное божественной благодати. Мы знаем, что отступают от Бога и лишаются Его благодать и не только люди, но даже Церкви. История знает в многих примерах такого отступничества. Когда целые общины христианские отступали от веры, искажали истинную веру или вступали в расколы, соединявшие их с людьми, не имеющими дара божественной благодати. Вот и сегодня есть такая угроза, что часть православия может под влиянием внешних, могущественных сил, не имеющих ничего общего с Церковью быть уязвленной этим грехом и уйти от источника жизни вечной в то место, где только есть обряд, но нету спасения. Вот почему наш призыв сегодня, особенно к тем, кто еще раздумывает, с кем быть, с Церковью или с расколом. Братья и сестры, это не просто выбор человеческий, это не просто выбор квартиры или места проживания, это не просто желание пойти направо или налево, это путь ко спасению или к гибели. Потому что тот путь, который уводит нас от единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, это путь в сторону от благодати Божьей. И так Господь дает нам Свою благодать. Через Свои страдания, через Свою смерть, через Своё воскресенье Он не спасал Дух от Своего Святаго. И Дух приводит эту божественную энергию в жизнь человеческого рода. Сегодня мы явились свидетелями этой тайны. И дай Бог, чтобы божественная благодать превозмогала наши грехи и наши соблазны и дарвала нам возможность в теле единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, отрешаясь от всяких ересей и расколов, взойти в Божественное Царство, не увлекшись ложному пути, который ведет в другом направлении, далеком от Бога и от спасения. Пусть благодать Божия, которую мы сегодня все изрядно получили, укрепляет наши немощные силы и помогает нам хранить веру, оставаться верными Церкви Божией и через нашу веру и верность обретать благодать Святаго Духа, вводящую нас в жизнь вечную. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова